Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Поэтому вы всегда можете позвонить нам в студию, задать свои вопросы и рассказать о том, что вас беспокоит. Мы постараемся помочь вам. Телефон прямого эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. К тому же нам можно написать на наш электронный или почтовый адрес. Ну и, наконец, вы можете смотреть нашу программу в интернете на сайте первообразовательный или sgutv.ru в разделе «Прямой эфир». Итак, есть легенда об андрогинах, первых людях, каждый из которых был и мужчина, и женщина в одном лице. Эти люди были так прекрасны и совершенны, что боги позавидовали им и разделили их на две половины, которые до сих пор ищут друг друга и не могут успокоиться, пока не найдут. Когда человек одинок, он всегда подсознательно ищет кого-то, кто сможет стать его возлюбленным. Желание любить и быть любимым настолько глубоко заложено в людях, что мы готовы искать, встречаться, ошибаться и вновь искать, несмотря на боль прошлых потерь. Но жизнь дается нам один раз, и она так мимолетна. Как же не ошибиться в выборе партнера и быть по-настоящему счастливыми, не тратя на это долгие годы поисков и ожиданий? Как привлечь свою жизнь в того, кто подходит именно тебе? Об этом наша сегодняшняя программа. И у нас в гостях психоаналитик, директор Международного брачного агентства Татьяна Тасуева. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Очень популярная тема, и неоднократно на эту тему мы говорили, но она продолжает волновать каждого человека, особенно того, кто одинок. Как же найти того, кто нужен тебе в жизни? Как привлечь в свою жизнь нужного мужчину или нужную женщину? И быть счастливым? На самом деле, эта легенда об антрогинах очень актуальна, потому что найти своего, именно своего родного, близкого человека, с которым ты пройдешь рука об руку всю жизнь, очень сложно. Это всегда была проблемой. А в наше время эта проблема усугубилась. Ведь в большом городе, где много людей и очень большой выбор, сделать правильный выбор особенно сложно. То есть очень много соблазнов. Очень много соблазнов, к тому же у нас идет еще огромный прессинг от средств массовой информации, которые о каких-то чувствах, чувства, честь, совесть отходят на второй план. Мы получаем негатив, и настоящие чувства, может быть, даже мы их боимся на самом деле. То есть получается некие такие, скажем так, противоречия самим себе, да? В средствах массовой информации мы пропагандируем одно, а в жизни получаем совершенно другое. Ну, средства массовой информации, понятное дело, они никогда не говорят о жизни такой, какая она есть. И кино, мы бы их даже не смотрели в фильмы, если бы там показывали жизнь такой, какая она есть. Дело в том, что мы живем определенными стереотипами. Стереотипами, которые закладывает в нас наша семья, общество, наш негативный опыт. И опираясь на него, мы часто делаем неправильный выбор. То есть вот это такие наиболее распространенные ошибки, о которых мы сегодня поговорим подробно все-таки в ходе нашей программы. Мне просто хотелось бы задать такой вопрос, прежде всего, каким бы человек ни был успешным, каким бы он ни был богатым, состоявшимся на работе. Он может быть очень богатым, но совершенно несчастным, несчастливым. К нам в агентство часто обращаются люди. Этим людям все равно нужен человек, верный друг, с которым можно посоветоваться, который не предаст, что самое главное. Ну вот это большая редкость, может быть, в наше время, потому что, опять же, что является основными критериями сейчас в выборе партнера в наше время? Вот раньше когда-то была верность, порядочность, любовь, чувства. А сейчас? Все хотят любви. И в наше время все хотят любви, мечтают о ней. Но, к сожалению, мы живем очень жесткое меркантильное время. И часто на первый план вступают именно деньги. Деньги, 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 да, материальная сторона. Это мы, ну и я лично тоже, не отодвигаем далеко. Скажем так, мы хотим любви, но и в то же время мы заключаем союзы по расчету. И я считаю, что совмещение любви и расчета – это достаточно правильный выбор. Ну, конечно, да. Да. Главное, чтобы расчет не перевешивал любовь. Естественно. Чего же все-таки больше в наших современных отношениях – расчета или любви? Я думаю, что, наверное, расчета. Потому что, когда люди влюбляются в друг друга, то проходит какое-то время, эйфория этих чувств сходит на нет, и люди сталкиваются с определенными проблемами. И прежде всего эти проблемы именно носят материальный характер. И чувства, вот я знаю, вот пример тоже одной знакомой молодой пары, которые, они поженились по большой любви, сходились, расходились, проверяли свои чувства. Но, к сожалению, жизнь сейчас расставляет все на свои места, и проблема именно в материальном благосостоянии. То есть не то, что даже о благосостоянии здесь и речи не идет. Здесь идет речь о том, что мужчина просто не может нормально обеспечивать семью. И, естественно, он переваливает все проблемы, все на девушку. То есть он говорит, что она недостаточно надежный человек, недостаточно его понимает. То есть ищет причины, да? Он ищет причину, как все мужчины. Вот я недавно тоже со своим бывшим мужем разговаривала, жаловалась ему, что на меня там мужчины в интернете набросились. Он сказал, что это очень плохие инфантильные мужчины, но потом добавил, что воспитала их все равно женщина. То есть женщины виноваты, да? Мы всегда во всем виноваты, да, так получается. Но современные и мужчины, и женщины стоят перед выбором в наше время. Быть ли одинокими, оставаться, вернее, одинокими, или создавать семью. Почему этот выбор стоит так острый? Вообще, вот насколько остра сейчас проблема, о которой мы с вами говорим? Проблема выбора. Да, сейчас везде во всем мире эта проблема стоит очень остро. Хотя кольца обручальные покупаются там сотнями, тысячами. Но вообще женатых людей по статистике сейчас меньше, чем свободных. И люди сами стоят перед выбором, потому что сейчас свободный человек может быть не одиноким. То есть появились другие формы взаимоотношений и даже семьи. Да, если, допустим, человек побывал в браке, может быть, даже и не единожды, то потом он может быть счастливым и наслаждаться жизнью, будучи совершенно свободным. Но имея друга или не имея друга, просто наслаждаясь одиночеством. Сейчас у человека есть выбор. И любовь это вот как вишенка на пироге. Вот всего-всего очень много. А это самое такое сладкое. Ее думаешь съесть или не съесть. Это выбор каждого. А потому что... Почему? Потому что это трудно... Любовь это сложно. Потому что, смотрите, даже старые фильмы, которые мы помним, фильмы 50-х, 60-х годов и даже еще и 70-х, где показаны чувства людей друг к другу, мужчины и женщины, о том, как они переживают, как это мучительно, больно, иногда и трагично. Что произошло с современным человеком? Мы не хотим тратить свои душевные силы на вот эти переживания. То есть, с одной стороны, человек хочет любви, а с другой стороны, он ее боится? Или как-то отодвигает от себя? Потому что знает, что может быть больно. Тебя могут бросить. Любовь, безусловно, как в одном фильме сказано, что любовь всегда вколачивается кровью. Любовь это, безусловно, страдание. Как бы легко и романтично она ни начиналась, потом идут уже взаимоотношения, ревность, какое-то недопонимание. Любовь это всегда очень сложно. И люди-то разные. Вот, например, есть люди, которые с удовольствием готовы вновь и вновь любить. Они без любви не могут. Вот я, например, я тоже без любви. То есть вы влюбчивый человек. Я очень влюбчивая. Я всегда была такой. И остаюсь такой. Вот. Но я, в общем-то, совесть у меня есть. А есть люди... Которые любят, но без совести. Есть люди, которые влюбляются без совести. Так, мужчины многое себе могут позволить. А есть люди, которые влюбились. Вот они живут, допустим, в браке. Живут стабильно, но скучно. И вот посетило их это чувство. И они получили какой-то адреналин. И вместе с тем придачу страдания. Вот они говорят, я уже не хочу влюбляться. Я уже хочу каких-то, может быть, отношений. Спокойных, но надежных. Мне это не нравится. То есть лучше спокойные и надежные отношения, нежели любовь, нежели сильные чувства. Но невозможно, неизвестно, сколько они продлятся. Я, например, не понимаю жизни без любви. И отношений с мужчиной я не понимаю без любви. Для меня это просто не существует. То есть это, опять же, выбор каждого человека. Это выбор каждого человека. Ну, тогда, собственно говоря, и не пеняет. Мы, опять же, поговорим о том, А что является параметром в нахождении именно своего человека? Если встретились два любящих человека, которые вот так сильно переживают, но ради бога. Или наоборот надо плюс и минус. Или если встретились два спокойных человека, и им хорошо в таком союзе, тоже замечательно. Но очень много людей несчастливых, именно почему, да? Много недовольных, что живут. На момент встречи вроде бы было все прилили, нормально, хорошо. А потом что-то меняется в худшую сторону. Но, к сожалению, это очень часто встречается. И удачных браков, по статистике, там, по-моему, меньше 30%. На самом деле, есть определенные психологические признаки. Это соционика, которой мы активно занимаемся. Вот без которых никуда. Эта наука работает. Эта проверена и лично моим опытом, и также моей семьи. То есть это наука, которая делает что? Эта наука позволяет подбирать человека по психологическим признакам. Там есть много разных вариантов. Это можно прочитать в интернете. Но обязательно люди должны квадрово соответствовать. Они должны принадлежать к одной квадре. Мы поговорим об этом. То есть вы еще и соционик, то есть человек, который умеет правильно подбирать пары. Да, научилась. Научились в процессе жизни. Да, кстати, я первый раз, когда вышла замуж, я всегда себя правильно выбирала партнеров. Я поражаюсь людям, которые себя подбирают неправильно партнеров, потому что сразу чувствуется на энергетическом уровне, что этот человек чужой, в принципе. Он может быть симпатичный, он может быть тебе очень нравится, он может быть очень интересным, но вступать в какие-то близкие отношения, тем более строить семью противопоказно. Это другой человек, это другая энергетика. Семья это очень серьезно. Но это надо еще уметь чувствовать, да? А я не понимаю, как люди этого не чувствуют. Сразу чувствуется чужая энергетика. Ну, наверное, может быть, на первый план, когда выходит материальная, то это забивает вот этим. Это может забивать? Конечно. Это уже совсем другие взаимоотношения, которые сейчас весьма популярны. Среди очень состоятельных мужчин и молодых женщин, или наоборот, состоятельных там, и молодых меркантильных. Конечно, они ни о какой энергетике не думают. Вот у них одного написан доллар, нарисован на лбу, а у другого этот доллар в зрачке. Так что вот такое... Ну, такие отношения есть, Татьяна. Такие отношения есть. Более того, они популяризируются. Они популярны. Да, они популярны. И молодые люди, которые, подрастающие молодое поколение, оно смотрит на это и считает, воспринимает это как нормальное, а это... Ну, это ненормально. А это ненормально. Это противоестественно. Должны быть нормальные человеческие отношения, нормальная семья. Супруги должны как-то развиваться вместе, учить друг друга. И главное, конечно, для чего создается семья. Там должны рождаться и воспитываться дети. Дети правильно и счастливы. Хотя в редких случаях, заметим, в редких случаях бывают все-таки счастливые пары, когда слишком молодая девушка и старший. Бывают, безусловно. И наоборот, женщина старшая. Нет, женщина старшая и мужчина молодой, это противоестественно совершенно. Это ваша точка зрения. Это моя личная точка зрения. Она проверена моим личным жизненным опытом, потому что у меня и муж был молодой, и друг был намного мне моложе. Это дети. Ни одна женщина не сможет быть счастлива с мужчиной и ребенком. За исключением, конечно, может быть, очень волевой какой-то женщина, которая любит командовать. Да, есть же такие... Есть женщины, которым это нравится, и мужчины в таком браке, которым нравится быть сынком. А я уверена, что, может быть, ему с одной стороны и нравится быть сынком, и жить с успешной женщиной, все равно он будет искать девушек помоложе, потому что это природа. Это природа. Он будет изменять. Если это нормальный мужчина, будет изменять. Однозначно. Да. У нас уже поступают первые звонки, но пока я вам задам такой вопрос. Все-таки встретить другого человека, правильного для себя, и потом выстроить с ним хорошую, счастливую жизнь. Мне кажется, что все равно это работа. Это труд. Здесь правила, о которых мы сегодня поговорим, конечно, они есть наверняка. Но насколько это легко или сложно? Это очень сложно. Это постоянный труд, каждодневный. И большая часть ответственности лежит на женщине. 80-90% лежит на даме. Так что, женщины, готовьте, никуда нам от нее не уйти. Итак, у нас первый звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. 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 Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня вот такой вопрос. Вы знаете, после развода с мужем, я какое-то время была одна, а сейчас встретила мужчину. Мы сначала встречались, вот сейчас решили пожить в гражданском браке. И вы знаете, вот пока мы встречались, все было очень хорошо. А потом, со временем, когда мы стали вместе жить, вот вы знаете, как будто что-то уже мешает, или я уже привыкла быть одна. И с одной стороны, он мне очень дорог, он это очень близкий для меня человек, а с другой стороны, вот как бы в быту мне бы хотелось побыть одной. Скажите, пожалуйста, может быть, мне что-то пересмотреть в своих отношениях, потому что терять я его не хочу. Ну, если человек вам дорог, то однозначно вы должны что-то пересмотреть в своих отношениях. Если он вас раздражает в быту, насколько я понимаю, да? Да, в быту. В быту раздражает. Может быть, он... Хочется побыть одной женщиной. Это нормально. Это нужно просто разговаривать, искать какие-то компромиссы. Может быть, ну, честно сказать человеку, что вот, я хочу пойти куда-то с подругой. Вот. Но на самом деле, конечно, это настораживает, если честно. Потому что если человек... Она говорит, что он ей дорог, и в то же время он ее раздражает. Любимый мужчина... Не может раздражать. Не раздражает. И не наскучивает, да? И не наскучивает, да. Вот это вот, наверное, называется синдром боязни-одиночества. Вот они встречались... Что это такое, Татьяна? Вот страшно быть одной, страшно быть оставленной. У нас российский такой вот... Мы же все-таки страна такая консервативная достаточно по сравнению с Европой и Америкой. У нас косо смотрят, если девушка одна. Наверное, не только у нас, но вот так вот. И поэтому страшно. Страшно стало. Лишь бы с ке, хоть плохонький домой. Вот так вот многие девушки рассуждают. Это, наверное, неправильно. То есть не найдя какого-то своего идеала, да, или свою половинку, женщина или мужчина берет просто то, что попроще. То, что попроще, то, что идет в руки. Но на самом деле, если она была замужем, то ничего страшного уже нет. Она как бы состоялась как жена. И она имеет выбор. То есть девушка сама выбирает. Конечно, жалко расставаться с человеком. Даже вот кошку, если выгонишь, это жалко. А то тут уже начали жить вместе. Я думаю так. Нужно какие-то усилия все-таки сделать, предпринять какие-то попытки. Если мужчина будет по-прежнему раздражать, то нужно все-таки расстаться. Ну, а если просто скучно. Бывает, что действительно в период влюбленности прошел вот такой уже острый, да? Это ужасно. И началось так называемое привыкание. Может быть, это просто такой этап в жизни каждой пары, через который нужно правильно пройти? Нет. И это человек твоя половинка все-таки? Вот стоит ли вот так отказываться? Любовь – это не вода из-под крана, которая льется с определенной, так скажем, мощностью. Она приостанавливается. Она имеет какие-то такие свои промежутки, когда... Ну, она не столь интенсивна. Вот у меня, когда любовь утихала, я очень любила своего второго мужа, это была прям вообще такая любовь, у меня прям все колотилось на протяжении 10 лет. И когда она немножко приостанавливалась, я сама пугалась, не он, а я сама. Почему у меня вот с любовью что-то такое творится? А если людям скучно, это значит совсем другое. Здесь уже говорит речь о том, что вот эта самая влюбленность, она в любовь-то, любовь, именно любовь не переросла. Вот что-то такое случилось у людей, что вот у них просто отношение, так скажем, закончить, это, ну, многие, все поступают по-разному. Кто-то начинает искать адреналин на стороне. Есть люди, которые живут, вот у нас есть знакомый, который 27 лет живет, 27 лет изменяет, и все довольны. Ну, такое тоже. Да, вот он не хочет разводиться. Вот по какой причине, непонятно. У него он уже отец, дедушка, и все продолжается, хотя он говорит, что там его нагадали два брака. Не хочет разводиться. И это устраивает и жену, и... А она не знает, видимо. И гражданская жена. Есть еще параллельно. То есть вот сейчас на некоторых мужчинах идет почему-то вот такая нагрузка. Если мужчина такой энергичный, при деньгах, качественный, что называется, он выполняет функцию, как бы, за нескольких мужчин. Он муж, он любовник, и он еще вот парень. Еще кому-то помогает. Еще кому-то помогает, да. Еще кому-то помогает. Ну что ж, то есть есть такая точка зрения, достаточно устойчивая, что если мужчина может содержать несколько семей, так ради бога. Есть мужчины, которые не могут содержать и одну семью. К сожалению, да. То, о чем вы сегодня говорили. То есть это вот, значит, телезрительница, которая нам сейчас позвонила, ей стоит обратить внимание и на взаимоотношения, да, со своим партнером. Ей надо начинать как-то выстраивать отношения, насколько я понимаю, там об этом и речи не идет пока. Но ей жалко, ей, видите, она не хочет оставаться одна и говорить, что еще его любит. Шанс-то есть, и надо пробовать, экспериментировать. Но не затягивать, потому что я вот все время неоднократно это повторяю, что жизнь-то у нас одна. И тратить на ненужных людей не нужно. Лучше потратить на своих родственников и на себя саму. Ну, да. Ну, опять же, вот этот страх, а вдруг этого, скажем, упустишь или упустишь эту женщину и останешься совсем один. А лучшего может и не быть. Как говорят, а где он принц-то, да, вот, дождешься ли ты его или принцессу? Принцев подразобрали уже, наверное. Вот, за ними там выстраиваются в очереди, десятилетиями их ждут и дожидаются, как примеры говорят. Их очень мало. Мы живем в реальном мире, и надо из своего мужчины, вот, которого тебе Всевышний послал, надо из него делать принца. Или хотя бы достойно... Женщина формирует мужчину. Женщина, как сказал один мой знакомый, женщина подъемный кран. Она из любого мужчины, даже, может быть, не очень... Хорошее сравнение. Да, я была поражена, если честно. Но он часто сыпет афоризмами. Вот, женщина может сделать качественного мужчину, который и деньги срабатывает, и семью содержит, и развлекает. Но, Татьяна, здесь существует такая опасность, и есть, опять же, среди женщин такая тенденция. Пусть вот попроще, но мой. Да, и у мужчин, кстати, такая же. Пусть попроще, но моя. Потому что, как только женщина вытягивает мужчину и делает из него принца, вот тут-то на него начинается охота других женщин. То есть до этого момента он был неинтересен, не нужен. А как только его вытянула, значит, родная жена, там, или верная подруга, вот тут-то он становится вдруг интересен, я не знаю, тысячам, и девушка также, может быть, интересна, и на нее начинается охота. И тут, конечно, бывает беспредельно жалко, когда рушатся отношения вот на этом этапе. Ну, жизнь вообще суровая штука, бывают такие случаи очень часто. Ну, что делать? Надо стать для своего мужчины главной женщиной в жизни. Это совсем не обязательно, что вы будете какой-то сногсшибательной бизнес-ледией. Это дело тут именно в психологии, чтобы у него в голове сложилось. Вы можете даже быть домашней хозяйкой, но для него вы будете самой главной женщиной в его жизни. И тогда он вас не оставит. Но над этим нужно работать. А если мужчина изменяет, и, в общем-то, это бывает фактически во всех семьях, которые пережили там, вместе поднимались, потом мужчина оперился, и он уже стал востребован, и он этим пользуется. Вот этот момент, этот кризис нужно пережить. Ну что ж, мы переходим ко второй части нашей программы. Сейчас впереди у нас будет небольшая реклама, но мы все-таки должны начать уже говорить о том, как же правильно подобрать себе партнера или партнершу, то есть того спутника твоей жизни в жизни, который будет тебе и помощником, и другом, не знаю, и любящим тебя человеком. Мы уже говорим о том, что это очень трудно, но все-таки это возможно. И есть какие-то методы, о которых мы сегодня и поговорим. И о соционике, и о таком. Итак, как найти этого человека, и, скажем так, прежде всего, как оценить свои шансы? На брачном рынке. Ну, на брачном рынке. Да. Это называется брачный рынок, да, Татьяна? Ну, у нас, да, потому что я профессионал, поэтому я такими терминами пользуюсь. Нужно оценить себя правильно, потому что не жить в мире иллюзий. Когда девушка только вступает, или молодой человек в жизнь, то он думает, что ничего плохого с ним не случится. Вот, допустим, у моих родителей случилось так, а со мной это в жизни никогда не случится. Это не так. Случиться может с каждым человеком, и с вами в том числе. И к этому нужно быть готовым. А чтобы не ошибиться, нужно обращаться к специалистам. Читать литературу, ходить на тренинги. Вот, и тогда вам будет легче. Ошибиться может каждый. Спотыкнуться, вот ты идёшь по дороге, так всё нормально, всё хорошо, и раз, спотыкаешься. Есть те вещи, которые, к сожалению, случаются в нашей жизни. Непредсказуемые, да? Непредсказуемые, да. Вот вроде ты всё просчитала, ты счастлив, а вдруг что-то такое случается. И это всё можно пережить. Пережить нельзя, это только потерю близких, какие-то там сложные, действительно, заболевания, которые случаются. А всё остальное можно пережить. И если с вами рядом друзья, родственники, кстати, берегите своих родственников, это самая надёжная ваша опора. И специалисты. И специалисты, да, они всегда вам помогут, придут на помощь. Татьяна, значит, мы как раз и поможем вместе с вами, под вашим чутким руководством, через несколько минут, потому что, дорогие друзья, сейчас небольшая реклама. Не переключайтесь и готовьте свои вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова